Красные флаги, песни советских времен и празднично украшенная автоколонна. Около 20 машин приняли участие в марафоне, посвященном 100-летию Октябрьской революции. Для каждого участника это не просто автопробег. Именно так эти водители хотят подчеркнуть значимость событий вековой давности. Сегодня очень важный день, 100-летие Октября, это известно. Это 100-летие, которое перевернуло государство России, веками жило, крестьянское, крепостническое. 100 лет Октября это уже перевернуло. То есть в стране была создана социалистическая система. Мы сегодня отмечали этот день. Старт краснознаменной автоколонны был дан в Карачаевске. Маршрут полегал по тем местам, где установлены мемориалы героям гражданской Великой Отечественной войны, а также памятник Владимиру Ленину. И следующая остановка и коммунистов стала Усть-Джигута. Сюда они приехали, чтобы отдать дань вождю советского пролетариата и принять участие в митинге. Большое, великое видится на расстоянии. И расстояние в век ясно дало понять всему человечеству, какой великий подвиг совершил вождь мирового пролетариата, подняв трудящихся на борьбу с мировым капитализмом и победив в этой жестокой кровавой войне, подарив всем народам Советского Союза всего мира свободу. Вместе с участниками автопробега на митинге присутствовали представители разных трудовых коллективов и предприятий Усть-Джигутинского района, а также активисты партии КПРФ и просто жители района. Люди неравнодушны к истории нашей страны и к тем событиям, которые сто лет назад перевернули ход развития российского государства. В Карачаево-Черкесии Великий Октябрь что дал? Во-первых, свою государственность народом Карачаево-Черкесии, они впервые ее получили. Они стали не просто подданы царя, а стали ее гражданами. Карачаево-Черкесия из такой далекой царской окраины, аграрной, малоразвитой, превратилась в мощный регион с высокоразвитой промышленностью, с современным сельским хозяйством, с высокоразвитой культурой, медициной, образованием. После митинга участники автопробега возложили цветы к мемориальному комплексу, где золотыми буквами в гранит печатаны именно тех, чьи судьбы стали частью истории нашей страны. Ну а после возложения краснознаменные машины направились дальше по маршруту в республиканскую столицу, которая стала финальной точкой праздничного марафона. Дарья Назарова, Далин Мирза, Архив 24.